А расскажи, как вы с братом странствовали, да лесных сестриц выручали. В тридевятом королевстве жил-был царь, и было у него три дочери. Однажды отправились они в лес за папоротником и заблудились. А неподалеку, на озере, рыбачили мы с братом. Вечером разожгли костер, приготовили еду. На дым от этого костра и вышли девицы. Мы взялись проводить девушек домой. Дорога, полное приключений и опасностей. О них поведает эта книга. Палящее солнце разбудило нас. Девицы рассказали, что живут они в тридевятом королевстве. И отец велел им найти цветок-папоротник в царском лесу. Но леший их кругами водил, так что они заблудились и не знают, как вернуться домой. Старший братец, самый мудрый, молвил. На краю горизонта есть гора. Заберемся на нее, да и осмотримся. Там и решим, как вам домой возвратиться. Шли, долго ли, коротко ли, встретился нам вещий указатель. Направо пойдешь, в зыбучие пески попадешь. Налево пойдешь, пятками в мороз забредешь. Пошли направо. Песок был повсюду, в сапогах, за шиворотом. Песком засыпалось ног до головы. Мы пытались откапываться, но увязали по ушам. Так и остались лежать, потеряв надежду на спасение. А как же вы выбрались? Сестрицы встали на головы, раскрутили ноги. Поднялся ветер, ураган. Весь песок издуло. Осмотрелись мы вокруг. Перед нами тот же указатель. Труден был этот путь. Холодно, скользко. Отсюда был снег, невыносимый холод. Мы замерзали, руки-ноги окоченели. Сестрички буквально примерзли к снегу, не могли и пошевелиться. А кто же им помог? Подняли мы с братом руки к небу, к солнышку. Растопило оно снег. Так и выскользнули мы из снежного плена. Наконец, снега отступили, и мы увидели вершину. С горы красовалось огромное озеро. Сестры обрадовались, увидев за озером свой дом. Мы поспешили вниз к своим байдаркам. День был ясный. Ничего не предвещало беды. Нам дул попутный ветер, и уже там, за горизонтом, сестрам мерещился родной дом. Но не тут-то было. Не понравилось морскому царю, что без спроса на его владениях, как на байдарках улыбку. Раздувый нос, три сосвистел ветер шквальный. Сдвинул кровь, и скустились тучи свинцовые. Не миновать горе, подумали мы, и приготовились уже к смертушке лютой. А кто же вас спас? Вдруг появился на горизонте остров, волшебный. А на нем птенчик маленький, что из гнезда только выпал. Он крылышками бяк-бяк сделал. Шторм и прекратился. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрались мы до родительского берега, кинулись к родным, а они как статуи стоят на камнях в воде. Да такие диковинные, аж жутко смотреть. Какая нечистая сила заколдовала их и оставила здесь стоять. Ну а это мы узнаем в следующей книге. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова